Вы думали, мы шутим? Нет, мы начинаем. У нас первый... Как-то по таймингам повезло, правда? Повезло. У нас первый ножевой раунд из наших всех, ну я не знаю, сколько у нас сегодня будет, но в любом случае... Это ножи, да, Вова спрашивает. На кого ставите на ножах? Давайте быстренько. Бутер! Это очень трудно, но давайте за своих, за бустера. Братишкин. Братишкин, хорошо, давайте я тоже на Братишкина, ну мало ли там чего. И это победа Братишкина, да. Даша, мы побеждаем. Сюда пятюночку. Теперь пиво с тебя. Ладно, друзья, ну на самом деле какие-то быстрые ножи были, нет? Ну а что, медлить, блядь. Вы так и вы говорите всегда, да, тренер? Да, я считаю, что наоборот вот эти, которые убегают от ножей, лучше уже как мужчина сражаться. Громов, для тех, кто первый раз смотрит Counter-Strike и ножевой раунд, что он дает тому, кто его выигрывает? Он дает право выбора стороны. Вы можете, соответственно, выбрать либо атаку, либо защиту. Ну, на Dusty 2 все-таки, как правило, победа в ножах тебе дает защиту. Ну, то есть, как правило, команда выбирает себе защиту. Хотя сейчас тенденция постоянно меняется. Вроде атаку выбирает даже больше раундов. А на какой карте вы видели, чтобы за атаку начинали? До хрена. Вот опять же, был РМР, там очень много команд за атаку начинало. Потому что атака на Dusty сейчас... Примерчик один, пожалуйста. Пример на Inferno и на Dusty неважно, за какую сторону ты начинаешь. Ну, на Inferno я бы не сказал бы, Алексей. Друзья, друзья, у нас команды на ваших экранах. Можете полюбоваться, вот они красавцы. Нет, прощаться с нами ни в коем случае не надо. Мы только лишь... Я не всегда буду слышать, конечно же, вас, Илья, и вас, Дарья. Но вы, если что, не обижайтесь. Вы знаете, что вы у нас в сердце. Тем более, что вы, Дарья, потом меня замените. Замечательно. Ну что, друзья, вот они команды. Громов. Да-да-да. Dust. Пик команды, братишка. Слушай, что ты рэдди? Как ты думаешь, кто даст на Dusty? Кто даст на Dusty? Да. Ну, в смысле? Смотря куда. Куда и сколько человек будет принимать? Пять. Пять? Ну, тогда я думаю, что команда бустер. Не, ну стоп. Наш с тобой изначальный предикт был на 3-0 в пользу Вячеслава и команды? Правильно? Правильно. Мы меняем свой предикт или нет? Подожди, вообще мы про предикты не спросили ни у кого. Мой предикт 3-0 за бустера. Ну да, the same. Илюш. Все-таки нет. Мне кажется, то, что пять карт мы сможем сыграть сегодня. Ну, победа чья? 3-2? Вообще непонятно, потому что там есть такие игроки, как Funder. Такой игрок, как Delight. И они как бы... Funder более стабильный, но Delight, мне кажется, он не слишком стабильный. Как дало нам показать один на один турниры, два на два. Как бы у человека просто может не пойти игра, но на него просто надежда большая в команде братишки. Потому что Delight очень хорошо играет. Хорошо. 3-0 или 3-1. Хорошо, тогда половина занес. 3-0 или 3-1. В общем, вы присоединяетесь к словам этого стримера, не знаю, кто это. Да, уважаемый стример очень. Хорошо, замечательно. Ну что, давайте посмотрим эту игру на больших экранах, друзья. На ваших больших экранах смартфонов, компьютеров, телевизоров и всего прочего. Первая пистолетка, дорогие друзья. Funder готов принимать длину вместе с Delight. А здесь сразу 4 игрока атаки. Один будет лирковать, и здесь Delight попытка первого пика. Пока что безуспешно. Ну и здесь Delight на самом деле может достаться, но Funder на прикрытие. Все-таки принимает решение со стороны команды братишки, но пока в агрессию не ввязываться. Пока да, но в любом случае будут вываливаться четверо через лонг. Есть у нас игрок также на миду, будет пытаться там каким-то образом перетяжку на себя стянуть. Строго отличная голова уже по Володе Киберспорт, это братишкин. Ситуация очень хорошая, слава Бебру, и Delight, и Funder, но Синди на размене. Мама бдит, мама знает. 4 в 2. Да, ну выбить плент А вдвоем, но здесь практически нереально. Здесь просто нужно уже, мне как мне кажется, сэвить Армора, Шадоу Кеку и Синди. Но здесь выходит Сережа Григорян, минус по Шадоу Кеку, и последняя Синди. Вот она на ваших экранах. Ну и да, Десаут приходит ставить точку, и это, соответственно, 1-0 за командой Бустера. 1-0. Неплохо начало. Очень и очень неплохое, друзья. Ну вот пистолетка, пистолетка прям уверенная. Опять же, Слава занял очень хорошую позицию. Он смотрел всех тех, кто будет перетягиваться. Из-под шорта, из-под мида, неважно откуда. Смотрел, чекал, проверял. Получилось? Получилось. Главное, что сработало. Пистолетка за командой Бустера. Так, ну и в итоге здесь есть пара деглов, и выход на длину от Диллайта. Моментальная пачка от Покес П250, и Диллайту здесь, к сожалению, пришлось не по вкусу. Ну а ладно, возможно, Володя Киберспорт-то врубится. Это Братишкин отрабатывает с Юспан, но пока что безуспешно берет нож и героически погибает. Слава Бэброу выходит на центр, и здесь Фандер вместе с тиммейтом его встречает. Да, здесь было, так скажем, приготовлено для Славы не очень хороший подарок, который в итоге для него сложился тем, что просто-напросто погибает Фандер. Илья, открываться у нас будет через шорт. Здесь контролируют его строго. Строго зажал неплохо Фандер, 32% здоровья остается у него. Шаттолкек в это время открывается и закрывается моментально с бокса. Десаут был автором этого килла. Фандер Руан, тап для строго. Ну и тут, скорее всего, уже вряд ли что-то светит в этом раунде команде Братишкина. Да, тут закрывают Фандера. Остается Синди. И Синди погибает. 2-0. Так, ну теперь полноценная закупка должна быть. Хотя, я смотрю, там у Далайта будет, видимо, только кольц с первым армором. Ну, либо же Фамос, если нужны будут гранаты. Но без гранат в защите играть, конечно, удовольствие сомнительное. Но пока вот такой шикарный пролет от наших обсерверов. Спасибо. Также, дорогие друзья, поставьте сердца всей эфирной команде, которая трудится сегодня для вас. Ну а мы готовы выходить на третий раунд. Это полноценная закупка. Синди с Фамосом. Ну и 4 М-ки в стане команды Братишкина. И здесь готовится выход под базу Б. Далайта уже прожал нижнюю. А вот будет по нему информация или нет. Сейчас Слава Бэбро узнает. Если там... Нет, не узнает. Ой-ой-ой, чувствую попи-бой. Ой-ой-ой, Делайт. Может сделать грязь. Может сделать грязь, но его контролит Слава. 12% здоровья остается у него. Здесь Синди. Синди. Нужно поменять вебочку. А у нас тут минус 3 со стороны фриков. Десаут и Каравай. Каравай там... А, Каравай там своего забрал. Это вот печально на самом деле. Пока и Слава Бэброу. Не фулл ХП. У Каравай с ХП все вроде как неплохо. Пишут у нас тут строго сообщения для администрации. Но я надеюсь, надеюсь, что все это дело сейчас пофиксят обязательно. А пока закрывает у нас Шадоу Кека. Ситуация уже 3 в 1. Фандер последний. М-ка длинная на руках. Открывается через окно. Пока никого не замечает. Есть первый минус. Есть второй минус. И... Ой-ой-ой. Он чуть-чуть и Славу не забрал. Может быть сейчас. Ой-ой-ой. Какие проблемы могут быть у Славы. Нет. 3-0. 3-0. Бэброу на 12 хп переиграл оппонента. Хотя казалось, попади один патрон по нему и все. Это будет 2-1. Но действительно красиво разыграл Фандер. Немного ему удачи не хватило. Но это 3-0. Старт довольно успешный для команды Бустер. Это плюс стартовая экономика. Вот у защиты проблемы. Ну, максимум бай полторы тысячи сейчас будет. Ну, и пока, видимо, будет либо смена сервака сейчас, скорее всего, либо еще что-то. Ну, на самом деле, сыграли против Фандера максимально неаккуратно. Друзья, мы вам напоминаем про коэффициенты на данный шоу-матч от наших друзей с Бэтбум. 1,7 на Бустера и двоечка на Братишки. Да не забывайте про тот самый бонус. Полторы тысячи фри-бетов. Вот до такой суммы вы можете получить, если введете промокод Бустер по баннеру в описании. Переходите на сайт Бэтбум и попробуйте словить максимальный фри-бет для себя. Вот, показывают нам реплей предыдущего раунда. Фандер здесь, соответственно, практически зарешал, но немного не хватило. Да, это было близко. Было близко. Но пока ждем. Пока ждем у нас. Решаются технические трудности. Чат для вас небольшой интерактив. Давайте так, пятерочку в чат, если вы за команду Бустера, десяточку, если вы за Вову и его команду. Громов, я вот вижу, у нас есть девушки замечательные, наших стримеров. Пожалуйста, пройдите к нам, сядьте на диванчике, не стойте там. Проходите, проходите, я вас прошу. Не стесняйтесь, проходите, усаживайтесь в удобный. Все вместе, идите сюда. Ну-ка, быстро. Можете сесть, да, не стоять там в проходе, потому что, во-первых, вы мешаете команде, ой, не команде, а технической команде, да, вот. Поэтому можете сесть и просто вот здесь посидеть вместе с нами. Так, а здесь Делайт, пик длины, и сразу же первый минус от Поки, укрепление на машине от Володи. Братишкин и есть первый минус. Вот это действительно было неплохо, правда, с машины его не отпустят. Прилетает Молотов, Вова, 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 Вова. Два минуса нашел, это, кстати, неплохо в такой ситуации. Ну и дальше 3 в 3. Дальше 3 в 3, давайте смотреть. У нас есть три Дигла со стороны команды Братишкина, есть Авик, есть два Калаша со стороны команды Бустера. Ну, вопрос, как и кто своими девайсами будет распоряжаться, потому что и Диглы могут заряжать, понятное дело, ну и серьезные, так скажем, девайсы могут нанести свою лепту в этот раунд. Минута, минута практически остается. Шадоу Кег открывается. Слишком долго там стояли у нас ребята, слишком долго готовили раскид. Шадоу Кег был автором килла по Десауту. Ситуация уже 3 в 2. Так, ну вот по Фандеру инфы пока вообще нет. И вот Фандер открывается, есть инфа у Славы, и Слава погибает, остается последний строган, и по ХП, мягко говоря, Габелла здесь не отпустит его, и вот он первый раунд для команды Братишкина. Диглы разрывают лица, и вот он дебютный раунд, и еще более того, закупка сверху для команды Братишкина, и чувствуется, жара намечается очень и очень лютая. Вот тебе Диглы, 3 Дигла, которые зарешали. Не понял я, почему фрики так долго готовили раскидку, просто взял, вышел Садулкек в тайминг, перестрелял одного в спину, и потом все посыпались. Ну ладно, смотрим дальше. 4 раунда позади, раунд под номером 5. Теперь ситуация поменялась. 5 Диглов, нет, даже не 5, 4 Дигла и 1 Глок. У Строга будут пытаться каким-то образом сейчас этот раунд выиграть. Не знаю, получится или нет. Делайт у нас под шартом уже принимает первого. С Аугом постарался пострелять еще и по второму, но не получилось. Пока. Пока, пока. Ну, закрывает все-таки. Хорошо, 4 в 4. Так, ну и в итоге теперь Фандер остается на центре. Дает информацию, что в Зиге есть оппонент. Попадает по десалту, 31 хп. Но Пок теперь с Аугом. На самом деле Пок может попытаться в соль развалить этот раунд. Сейчас он дропается в КТ. Володя говорит информацию, что парни, по-моему, был дроп под лифты. И Пок-то прошел под рампу. Но все-таки Фандер его доконтролил вместе с тиммейтом. Ну и Шадоу Кег теперь контролит выход на центр. 3 в 4 большинство за командой Братишкина. Ну, может быть, 3 дегла. Может быть, они зарешают сейчас. Как и в предыдущем раунде. В принципе, ситуация похожая. Володя Киберспорт. 3 килла имеется у него уже. Но ой-ой-ой, как хорошо Каравай открылся. Володя остался без головы в этом моменте. 3 в 3 ситуация. 40 секунд на таймере. Десаут дожидается. Но Шадоу Кег дочитал Серегу и ликвидировал его без особых проблем. Так, ну строго только Диггл. Армора нет. По идее, Шадоу его тоже перестреляет. Так, но и случилось. Каравай последний, Ауг в руках. Но два соперника уже и вообще его никто не отпускает. Ну и Шадоу Кег вежливо попросил уйти с этой позиции и больше сюда не приходить. Второй раунд подряд. Но теперь закупка будет для команды Бустера. Закупка будет. Полноценный бай. Сейчас мы будем с вами смотреть. Но как там пойдет, максимально непонятно. Но вот видите, что не только Бустер реагирует, так скажем, импульсивно и кричит. И другая команда тоже кричит и тоже показывает свои эмоции. А почему бы и нет? Не запрещено же. Ну и вот, друзья, сейчас... Да. А, нет, не лег. Все хорошо, все замечательно. Админ свернулся. Но ничего страшного. Развернулся в обратно, да. Все хорошо. Идем. Идем смотреть раунд под номером 6. 5 АК 47. По раскидке не могу сказать, что все идеально. У команды Бустер от Длайт. Поджимает. Ты смотришь, сколько инфлей, да? И на самом-то деле сейчас очень много информации предоставил для своей команды. И Фандер взял лонг под прицел. Чувствую боль. Первый полетел. А второй будет или нет? Нет размен. Ну и, кстати, после этого размена команда Бустера смело может оттянуться назад, разыграть раунд по новой. Потому что, ну, вся информация по длине есть у команды Братишкина. И как-то через Респу, через Тешку можно подольше разыграть. Но как-то неаккуратно идет у нас команда Бустера. Но ладно, посмотрим, возможно, сработает. Всего два дыма. Ну, по идее, этого хватит, чтобы скрыть выход через КТМ. Ну и под флешку не было никакого. Убиг с стороны защиты. Молотов прилетает на машину. Ну и за испанским АВП, да, Бустер дает информацию своей команде. Ну, Фандер действительно человек, которому палец в рот не клади. Только дай выстрелить. Ну и пока 4 в 4 минута времени надо на счетчике. Ну, пока дым кладут игроки атаки. Ну и здесь Володя готов встречать соперника. Но погибает от строгой размен от Фандера. Фандер полтинник. Все еще живет. Второе минус нет. Отмена. Это 3 в 2. И постановка плента на точке А будет. Синди смещается из-под КТ. Падает моментально от Тесаута. Шаду Кек остается последним. И он также пал на этом поле боя. 4-2. Пока все неплохо для команды Бустера. Да, понятное дело, что счет был 3-0. Потом немного раундов отпустили. Но в любом случае возвращаются с победным. Сейчас очень важный раунд. Потому что если команда Бустера его забирает, ломается экономика у команды Братишкина. И можно будет забирать следом, скорее всего, еще один. А это уже, между прочим, будет шестой. Тесаут неплохо нацелился, перевелся. Но попадания все-таки нет. Смотри, Братишкин с зиглом, да и без армора. Ну, вот это, кстати, такой себе момент. Гранат вообще на этот раунд практически нет. У команды Братишкина только одна флешка. И с этим тяжело она будет драться. Синди контролит центра Савиком. Карауай перестреляет Ли своего оппонента. Ой, под флешку будут выпускать, судя по всему, кого-то из команды Бустера. Синди разрывается между центром и двумя планетами. Точнее, и планетом Б. Ну и Володя Киберспорт. Володя, покажи Киберспорт. Володя погибает. Ну и пока размен равный. 4 в 4. Ну и Фандер все-таки оставляет. Зиг дал там свой фраг и уходит обратно в боли с его позиции. Молд на тачку. Ну и Делайт пока что за дымом будет жить. Но что после дыма? Вопрос. Вопрос, что после дыма пока 4 в 4. Пока потеряли по одному бойцу. По Делайту есть информация. Делайту лучше отойти. 54 хп остается у него. Фандер, кстати говоря, на каре и с этой стороны будет пытаться каким-то образом распикать. Там есть также каравай с авиком. А Шадоу Кек может промутиться через мидл и попытаться каким-то образом здесь перестрелять своих оппонентов. У Делайта не получается ничего от слова совсем. Ситуация большинства для фриков. Так, отдали информацию, что мидл имеется. Синди минус бомб керри. Ой-ой-ой, размен будет от Десаута. Еще один игрок на центре. Это Синди. Синди мажет. Досаднейший промах. Ну и Фандер. 1 в 3 остается. А Фандер уже летит. Фандер летит. Это минус бомба. 20 секунд. Докат сарал. Да под бомбой вообще никого нет. Ой-ой-ой. Кажется, этот курьезный момент заставит сейчас кого-то плакать. Ну и опять же Бустер идет за этой бомбой. Ну а Фандер здесь будет максимально долго жить. Он понимает, что никто не успеет дойти до Плантаун. Просто будет прятаться. Это действительно верное решение. И это третий раунд для команды Братишкина. 1 секунда прожить. И он действительно это берет. Берет раунд команды Братишкины. И вот такой вот курьез случился у нас на седьмом раунде. Ну это ошибка. Максимальная ошибка. Бомбу скинули на миду. Ее законтролили. Или даже ее не скидывали. Тут вопрос. Хотя мне кажется, просто дропнули ее. И начали разыгрывать раунд. Потом за этой бомбой возвращался Десаут. И его без особых проблем ликвидировал Фандер. Но опять же тоже небольшой там тайминг сыграл свое. Потому что Фандер смещался вовремя и контролил все это дело. Но окей. Максимально близко. 3-4. С экономикой снова проблемы. У команды Бустера. Делайт. В этой позиции он здорово делает килл. Правда пока на размении можно забрать девайс. Да, но главное здесь не лететь на какую-то амбразуру. Как мне кажется, в четвером все-таки можно придумать какой-то прикольный сплит. Тем более есть два дыма. Есть четыре флешки. А здесь пока еще и минус по братишке. Ну и опорником на точке А остается Фандер СВП. На него просто так не выйдешь. Но если его закрыть сплитом с длиной, то можно в принципе и попытаться. Ну Фандер, как же ты хорош. Есть по нему попадание. 3 в 3. Ну и с длины. А это бомба. Укровая бомба. Если он ее потеряет, то будет очень все плохо у команды Бустера. Но он принимает решение верное, наверное, все-таки в эту ситуацию уйти с бомбой. А на данный момент посмотрите за этим игроком, который действительно возможно сейчас спорит оборону защиты. Одним мувом, если пройдет через КТ. Ну, кстати, смоком промазали. Промазали смоком игроки команды Бустера. Смок был изначально предназначен все-таки на выход через сплит-центра. Ой-ой-ой. Вячеслав. 3000 мувы. Шадоу Кег принимает базу Б. Один фраг есть, второй фраг есть. Ну и Шадоу Кег будет ли еще третий? Нет. Каравай живет. Один в два. Ну что, Карабуля потащит этот раунд или нет? Вообще Каравай может, но проблема опять же в том, что там игрок ему в спину заходит и будет напрягать его Синди с Тэшки. Но вот момент. Она не пойдет одна. Правильно. Дисциплина. Все дела. Она пойдет открываться со своим тиммейтом. Но Фандер может не ожидать здесь Каравай. А может сейчас просто-напросто промахнуться. Он даже не выстрелил. Каравай отличная агрессивная позиция для него. Ситуация один в один против Синди. Каравай 57% хп. У него, да, проблемы есть небольшие. Но он просто не читает Синди, который открывается и забирает его. 4-4. Да, это действительно было НТ. И вот смотрел, да, вроде Каравай в эту позицию, но немного не по таймингу. Стал брать под фокус именно окно. Но Шадоу Кег красавчик, да, Савика нашел минус 2 при выходе на базу Б. И имел шанс еще и Каравай перестрелять. Все-таки там немножко Фазум, по-моему, улетел не туда. Или фликнул, точнее, немножко левее. Ну ладно, это еще один раунд для команды Братишкина. И, соответственно, все очень и очень близко. Ну и пока защита, как мне кажется, может быть довольно собой. Потому что есть уже относительно неплохая экономика. А вот Атаке придется сейчас играть с пистолетами этот раунд. Хотя, подожди, какая экономика там на команду? Ну, 1950 долларов или 1850, около того. Ну, постоянно кто-то умирает. Нет таких раундов, чтобы в чистую выигрывали. Поэтому с экономикой проблемы, соответственно. Пять диглов со стороны команды бустером. Есть арморы. Три первых. Один второй. Но тут не факт, что арморы вообще зарешают каким-то образом. Но, опять же, мы знаем с вами, что диглов такое оружие, которое может нам дарить и хайлайты, и демки-мувики. И мы можем с вами после этого раунда ахнуть. Возможно, это произойдет. Еще, понятное дело, не 100%. Но давайте смотреть дальше. Пока команда бустера не торопится и куда они будут выходить, мы с вами пока не особо-то и знаем. 2-1-2. По схеме вы прекрасно видите на мини-карте. Но его два игрока начинают смещаться. Я не хочу говорить точную информацию на всякий случай, но мало ли меня каким-то образом могут услышать игроки вражеской команды. Поэтому говорим вам, так скажем, немного около. Около КСа, около информации, чтобы вы тоже понимали, чтобы мы не спойлерили. Ну что, строго, получится или нет? А Вова-то тут с петушком готов встречать соперника. Флешка не самого лучшего качества, но она так или иначе не мешает. Строго дать минус. Ай-яй-яй, думал бронебойный будет все-таки от Фандра, но у него и так минус 2. Возможно, минус 3 будет. Знает, что по левой стороне от него близко оппонент. Минус 3 от Фандра. Но зигзага все-таки крова его настигает. Размен от Шадоу Кека. И последний остается Серега Десаут. Ну и шансов на взять этого раунда у него немного. Но опять же они есть. Но опять же Сдегло не работает. Ну и Шадоу Кек заряжает свою команду. Пятый раунд для защиты. Ну и теперь полноценная закупка для команды Бустера. Посмотрим. Посмотрим за полноценным баем. Посмотрим, что нам может предложить команда фриков в этом раунде сейчас. Ну вот, видите, сыр запрещен у нас на Dusty2 на этом. Славе понравилось. Так, ну что же, от Строга попытка пикнуть лонг. Пока безуспешно. Игрок на машине. Два игрока сейчас под дефолтом. Ну и посмотрим, что здесь получится. Посмотри, как Делайт постоянно столько суеты наводит. Это просто жесть. У него есть информация по Зигу. И он сейчас, скорее всего, в спину зайдет. Да. Ну, вы сами все прекрасно слышали. А Громов прям рад, что 89-й может проработиться. Да нет, это просто уже третий раз подряд уже может садовать. Да, Делайт на самом деле он либо на шарту убивает, либо он как-то пушит из-под шарта. Ну, в общем, молодец, молодец. Тут ничего не скажешь про Делайт, а очень хорошо находят свою позицию, с которой он может перестрелять. Хорошо. Потеряли славу. Но еще есть Авику строго, есть еще АК, есть еще раскидка неплохая. Поэтому можно играть. Можно. Тут дабл поджим у нас, посмотри. Сработает Ли. Полетела раскидка на КТ от команды Бустера. Ну и задача пройти в план Та. Но посмотри, как делает команда Братишкина. Да, словно профессиональная команда, которая готова играть ретейк с гранатами. Да, там их не так много, но опять же, три осколочные вполне хватит, чтобы выбить кого-то. Хотя, Братишкин, ты посмотри, занимает агрессивную позицию. Все-таки есть фраг. Ну так затулил он с этого Фамаса, что мама родная. Ну ладно, здесь у Десаута пока вообще ничего не получается. А вот наконец-таки находит свой фраг. Сережа! Второго не хватает дострелять. Но опять же, есть информация по Гендальфу. Да, но не получилось. Не получилось. Строго. Есть первый минус, но сложно будет выходить. Очень сложно будет выходить. Там и Фандер с Авиком, который смотрит. А он промахивается. Вот это уже интересно. Надо каким-то образом... Ой-ой-ой! Строго! Неужели хайлайт? И в этом время, серьезно, уже не успевает поставить бомбу. Это шестой раунд уже для команды Братишкина. И более того, это второй. Еще и после времени убивают. Это 300 долларов на кармане у Строго. Ну не знаю. Как-то все плохо. Уперся в угол. Уперся в угол и не смог ничего сделать. Не смог никуда пробежать. Такое бывает. Такое бывает, такое случается. Но ничего. Ничего. В любом случае, начало максимально близкое. 6-4. То есть счет равный. Опять же, кому удобнее, как играть. Но там 4 раунда подряд от защиты уже. Да, но... То есть, может быть, команде фриков сможет хватить вот этих вот 4... Ну, не 4-х, да, грубо говоря. Похоронил. Да, каких-то там 5-6 раундов за атаку. Возможно. То есть, возможно, у нас будет какой-то дефолтный старый даст, на котором... Или такой даст с ММ-чика, где защита сильнее, чем атака. Но это, опять же, только вопросы. И пока мы не сможем дать на них ответа. Пока не увидим вторую половину. Так, Володя, киберспорт. Опа, видит строго своего абонента. Володя, вас видно. Володя погиб. Но, опять же, зато имеется талантливый человек в виде Делайта, который закрывает кроваем. На релот уходит за дефолт. Но здесь еще 3 игрока в районе шарта. И четвертый на подходе. Ну и посмотрим, что из этого получится. Дроп в КТ неплохо. Делайт живет. Говорят, что ЛОХПН там, на самом деле, еще 60. Поэтому смотрим. За Гэндальфом прячется у нас Слава Бэбро. По дефолту уже прошел как минимум один игрок атаки. Размен имеется. Фандер размин с длины дал. И это 3 в 3. Ой-ой-ой. Пока-пока. Но размин Шадоу Кека. И это, кстати, два АВП в ретейке будет. Но смогут ли эти два АВКа затащить? Пока непонятно. На самом деле, это не полноценный бай-раунд. Поэтому мы можем, так сказать, похвалить команду фриков. Потому что не было полноценных девайсов. Они все равно сделали минусы. Они все равно зашли на плент. Они поставили пачку. И сейчас, в принципе, видит. Видит, 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 видит. Какая боль. Какая боль. Я не знаю. Я, опять же, играю. Но на такие мелочи не обращаешь внимания. Да, там бац, такой торчит кончик дегла. И Фандер идеально в голову простреливает. Это просто было жестко. Друзья, не забывайте про коэффициенты от наших друзей из Бэтбум. 2,2 на Бустера. 1,6 на Братишкина. И не забывайте про баннер в описании. По промокоду Бустера вы можете получить бонус до 1500 фрибета. Жмите на баннер, регистрируйтесь на сайте и вводите промокод Бустер. Знаешь, вчера мы отмечали день рождения Фандера. И спать он лег примерно в 6 утра. Но я не знаю, почему он такой свежий сейчас. А у них вся команда, да? Что Вова не спал всю ночь. Что Фандер не спал всю ночь. Не знаю. Но опять же, они на коне. Пока что на коне. Ну ладно, посмотрим. Закупка для команды Бустера. Снайперская винтовка от Фандера. Дает первую осечку в этом раунде. Ну и попытка забрать Зиг продолжится ли от команды Бустера или нет, пока не совсем понятно. Выход на центр здесь Молотов. Ну и пока три опорника на базе Б и только двое на А. А, ну какие это? Фандер и Делайт. И эти парни действительно своим опытом могут задавить любого. Но пока смотрим. Очень медленная разыгровка от Бустера. Гранаты есть, если самые необходимые. Но вот сплит на Б хотелось бы, да, посмотреть. Потому что сплит на Б мы видим не так часто. Вячеслав выходит на центр. Смог на КТ пока что не упал. А, нет, все-таки упал. А вот теперь будет интересно. Вова Братишкин. Опа! Вова Братишкин погибает. И по Синди тоже была информация. А Синди-то в соул здесь осталось. Синди-пятняга. Ой-ой-ой. Еще и не получилось ничего сделать. Каравая ее просто перестреливает. Синди падает. Но это сейв будет со стороны команды Братишкина. Нет смысла ретейкать 2 в 5, когда уже заняли Б базу. Нет смысла. Да, там у Славы была замечательная идея выбить девайс со стороны своего соперника. Потому что... Но, как мы с вами видим, у защиты под деньгом тоже огромные проблемы. Но и сам Слава понимает, что у его команды денег не так много. Но Стройго все-таки вышел на скаут. И пока что ищет. Сейчас Каравая бы как бы девайсик бы вот этот вот не потерять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А там стил. А там стил. Ну и Делайт последний он падает. Все 5. Попросил... Все 5 девайсов. Немножко воспроизвести губные движения. Сейчас Вячеслав. Да. И кто-то был доволен этими движениями. Но пока... Непонятно, кому он сказал просто сосать. И почему-то фрики какие-то начали издавать звуки. Поэтому тут вопрос. Ну ладно, там смотрите, Пока на максимальном концентрете просто вообще не улыбается, не говорит. Сидит парит иногда. А так фулл фокус. Окей, идем дальше. 5-7. Два раунда разница между командами. Пока еще непонятно, какая команда заберет у нас первую половину. Потому что нет той самой желанной восьмерки. Володья. Володья. Не туда. В ронг вей. Ладно, Синди с деглом на банзе бэ это тоже может быть очень-очень интересно. Но Строго выписывает страх. О, а че? Что делает, а? Take it easy, бро. Куда он так летит? Это было неплохо. Еще одного. А что, это может быть Эйс? Может быть Эйс от Строго. Это Строго сейчас сказал, что он сделал. Бам-бам-бам. И, наверное... Нерф Строго. Нет, не дали. Ой-ой-ой. А вот это интересно. А бомба-то еще не стоит. Вот теперь... Ой, Пока, хорош. Есть минус. Это Манки-сквар. Это Манки, да. Но, нет, Строго на самом деле... Вот по второму выписал в воротах вообще прям нормально. Вот это было действительно очень прикольно. Да, очень хорошо залетело. Ну и у нас два раунда до конца первой половины. Закупка будет ли у команды защиты или нет, непонятно. Многоуважаемый обсервер, покажите, пожалуйста, нам табуляцию, если вам не сложно. Ну, Фандер там 17 уже наколотил. 17-12, 14-10. Ну, кстати, поровнее немножко команда Бустера идет. Так, ну что ж, Десаут. Забирает на длине братишки. Ну, а здесь на зиге Фандер все-таки не уходит. И пока первые два минуса. Фандер уходит. Да, Фандер не уходит, но он уходит. И уходит Делайт, все уходят. Остается только Шадоу Кек. И от Содипа 7-5 в 0 будет. Как мышку вел, ты видел этот жест? Киберспорт. Шадоу Киберспорт. Последний раунд первой половины. А что-то не так, походу. Что-то не так, да, с чем-то лицом. Но смотрите, улыбаются, ребята. Все засовывают какие-то штуки себе в рот. Понимаю, одобряю. Ну, тут уж, да, каждому свое. В любом случае, пока 7-7. То есть положение, в котором были фрики, оно вообще не располагало на счет 7-7. По итогу мы видим этот счет. И последний раунд первой половины. Давайте обратим на него внимание, что там плеточка появилась у кого-то. Судя по всему. Плеточка. Так, тут выход под твою базу. Синди мажет. Синди есть попадание. И Пока на размене. Ситуация 4-3. Да, и смог на дверь моментальный Фандер. Будет ли врываться сразу через окно. Вот это действительно фазумчик был хороший. От Фандера минус 2. Нет, третьего, судя по всему, пока не будет. Хотя, подожди, там слава. Бэброу погибает. Фандер минус 3. Как же ты жаришь. Как же ты жаришь. Вот если Фандера убрать оттуда, будет больно. Но этот парень, это какая-то машина просто. Просто машина для убийств. Ну что, 8-7. Ну, стоит сказать, что карта Даст, карта Даст, она максимально равная в том плане, что очень часто половины заканчиваются 8-7, 7-8. И у нас вот тому пример и наш замечательный шоу-матч. Так, ну и теперь команда Бустера переходит на сторону защиты. Соответственно, команда Братишкина на атаку. Ну и пока у нас пауза, да, у команды есть время немножко выдохнуть, попить водички, перевести дух, ну и уже на вторую половину влетать. Ну, слушай, пока первая половина максимально близкая. Я думаю, что большинство из нас ожидало подобного расклада. Он все-таки Даст-2 и, ну, на нем, как правило, ТБ практически всегда. Вопрос в том, теперь выиграет ли команду Бустера пистолетку, чтобы быстро догнать его соперника. Если нет, то... Какие звуки? Если он скажет, что микрофон, то, воборот, емал. Все, с нас это уже вето снимается. Слава сказал, и мы теперь можем тоже разговаривать. Смена сторон. Что она принесет в вопрос большой, потому что, опять же, фандер, как снайпер, ему удобнее принимать. То есть сейчас он будет сам искать цель. То есть он будет сам открываться. Уже не так удобно. Но, в любом случае, мы сами видели, как он ходит на ретейке, мы сами видели, как он перестреливает. Поэтому здесь, возможно, у него все и получится также за атаку. Так, чат, кстати говоря, давайте мы там будем писать фрики или 89. За кого вы болеете, пишите в чате обязательно. Выделяйте как-то своих любимчиков. Пусть будут фрики с сердцем, 89 с щитом. Давайте, полетели. Посмотрим, кого больше. А сколько у нас паузы между... И на кно. Это monkey squad. Это понятно, да. Ладно, дорогие друзья, вторая пистолетка, поехали. Shadow Kek и его команда в атаке. Что-то он там успел засунуть в рот. Ну, а пока в это время Володя выходит на длину. Да, и здесь у Строги, конечно, огромные проблемы. Ну, и вот теперь вместе с десаутом... Десаут, посмотри на длину! Он, видимо, не понял, что ему никто ничего не смотрит. Но здесь Слава, Бэмброу, только один фраг. Ну и Строги здесь на лифтах. На зигзаге Пока. На самом деле залетать должно было намного больше у Славы. Как-то не законтролил он спрей. Разлетел все в разные стороны, когда он начал рандомить. Строго забрал. Слоу хп одного. Так, Пока открывается... О-о-о-о! О-о-о-о! Вот эти... Обменялись... Хуями. Можно так сказать. Именно так. Все по киберспортивному, по профессиональному. И одни, и другие очень рады друга видеть и рады друг с другом играть. Хорошо. Пистолетку забрали. Посмотрим, что... Кстати, по пистолеткам один-один пока что. Первую забрала команда Славы. Вторую забрали у нас... Братишкина его команда. Братишкина, да. Но здесь Делайт. Смотри, он тогда по центру мутился в защите. Так и теперь в атаке ждет аркады. Но этот парень точно знает толк в поджимах. Но, опять же, Фандер контролит выход через банку. Смотрит на центр. Но экономический раунд, спрей-люстер ради, стоит отметить. Сейчас у команды бустера. Поэтому, наверное, все-таки какие-то огромные надежды возлагать болельщикам этой команды сейчас не стоит. Хотя и экономические раунды все-таки берутся. Не так часто, наверное, как бай полторы тысячи, бай две тысячи. Но, так или иначе, все-таки прецеденты присутствуют. Пока смотрим, как здесь Десаут. Готов принимать выход на базу Б. Ну, а атака вообще никуда не торопится. Они просто пытаются собирать информацию на карте. И после, возможно, одного-двух киллов уже будут как раз-таки выходить на стрельбу. Ну и строго. Это слишком грязно. Строго. Не надо так. И, судя по всему, сейчас будет... Я сам озвучил. И он еще это подтвердил. Ну и уходит. Уходит с девайсом. Красава. Да, дождался. Ждал он долго. Сидел прям дисциплинированно. Ждал, когда же там появится. У нас игрок появился. Забрал АК. Это неплохо. Ситуация 5-4. И выход. Ой, каравай хорошая должна быть. Неплохая. Неплохая. Замечает он игроков. Синди все-таки скрывает его. Шадоукек. Начинает пробовать перестрелять. Ой-ой-ой-ой. Слава. Ну, очень плохо пострелял. Но хотя бы одного закрыл. Тут Володя. Киберспорт. Ты посмотри. Ты посмотри, что делают. Время. Что-то еще и забрать могут. Володя, на тебя вся надежда. Капитан, ты или кто? Вова. Вова. Я до этого раунда, точнее уже во время этого раунда, сказал, что экономические раунды, конечно, берутся. Четыре Юспа и 5-7. Да, да, да. Ну, вот есть прецеденты. И еще один случился. И вот он восьмой раунда для команды Бустера. Вау. Ну, а денег-то теперь нет у Атаки. Поэтому придется либо сейчас, ну, скорее всего, форсить в ноль с деглами, с арморами, с флешками. Возможно, у кого-то хватит на Мактен. Нет, ни у кого. Только по 250, только четыре дегла. Ну, и да, четыре армора на команду. Но Вова, братишкин, этот момент решил пока что не закупать. Вова и без брони сильный. Ну, а строго пока что человек в верхней тэшке. Есть у него там соперники, но она пока об этом не знает. Ну, посмотрим. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Строго вот тебе и упал. Как примерно в предыдущем раунде тоже дождались его. Ну, вот тоже странная ситуация. Ну, у вас все хорошо по экономике. Ну, сидите вы спокойно себе по плентам. Не идите никуда. Но вот строго решил пойти. У Поки тоже проблемы по хп. И Поку закрывают. Здорово. Ой, еще и десауто по голове попадают. Там еще и фандер есть. Жалко десауто кинуть туда нечего. Но. Здорово. Четыре в два. Четыре в два. Слушай, ну, пока что и у одной, и у второй команды играть экономический раунд получается лучше, чем закупку. Ну, подождите. Здесь еще слава Бебра уже вскрываем. Поэтому ни в коем случае никто никого со счетов не списывает. И кажется, вроде звездный час Вячеслава настал прямо сейчас. Сможет ли он забрать соло базу А? Первый выход. Есть фраг по Делайт. Видит второго. По нему пытается отработать. Какая же битая Синди. И обратите внимание на хелсбар игроков команды Братишкина. У них на троих меньше, чем у одного каравая. Но количество может превратиться в качество. Возможно, здесь каравай и потащит. Но первую позиционку будет пройти довольно трудно. Мы с вами прекрасно видим, в какой точке фандер. И фандер не был прочитан. Вот тебе еще один такой вот форс раунд, который был забран командой Братишкина. И игроки у нас просят выключить кондей, потому что холодно, говорят. Замерз у нас пока. Не знаю, возможно, там будет над ним выключить кондей или сделать его потеплее. Но в любом случае услышали, увидели. Постараемся сделать. Так, хорошо. 10-8. Пока все неплохо. Но нельзя сказать, что прям большой отрыв у команды Братишкина. Главное, им это все дело не растерять на ровном месте. Опять же, обратите внимание на бай у Приков. Что у них есть. Два деглам, 5-7 и две М-ки по раскиду Габелла. Да, одна граната. Цветовая, другая осколочная. Ну, посмотрим. Возможно, Каравай здесь удачно примет своего соперника. У него в паре Пока. И Пока может также сказать пока о команде Братишкина. Если действительно грамотная позиционка будет, Пока видит первого. До свидания, Синди говорит. И второго попытается забрать. Минус два от Поки уже. Фандер выходит препом, но переигрывает все-таки Поку. И проблем по хпу Фандера погибает также Десаут. И вот три в два. И установка планта будет на базе Бэна. Подождите. Строго дает еще один минус. Бэброу заходит в нижнюю тэшку. А здесь Боделайн погибает последний Володя Киберспорт. Он же Братишкин. Бомба пока не на руках. Строго чекает своего оппонента. А вот тут уже на машине. Все, есть по нему информация. А зачем же ты пикаешь раньше времени? Строго дожди с тиммейта. А вот здесь уже и Бустер приходит на релоунде. Погибает Бомба. И это девятый раунд для команды Бустера. Пока у нас нестабильные раунды заходят больше, чем стабильные. Потому что постоянно какие-то отсутствие девайсов решает. Какие-то юспы решают. И полноценные баи. А вот полноценные баи забрать не могут. Но такое бывает. Такое часто бывает и у про команд, когда они не могут забрать раунды. Хотя, казалось бы, почему вопрос. Но вот этот вопрос могут ответить только команды. Так, Фандер. Не попадает, кстати говоря. В нижнюю тэшку дает информацию. Но и тут не должен промахиваться Делайт. Делайт. Есть уже минус по Славе на размене Десаут по Шадоу Кеку. Фандер. Попадание было по Десауту. Но Десаут успел Делайта забрать. Так, ну и сейчас у Строго будет работенка на длине. Нет, у Строго не будет работа. Потому что команда Братишкина отсюда уходит. И, возможно, и Форест на все деньги от команды Братишкина будет не самым выгодным решением. А Пок-то уже в спину идет. И бомба на руках у Фандера. Вот это очень важный момент. Потому что если прямо сейчас Фандера убивают, то, скорее всего, убьют еще и Вову. Пока не самый удачный тайминг для Поки. На дефолте остается у нас Строго. С АК-47. У него есть одна флешка. Но все-таки три игрока уже у команды Братишкина на длине Строго. Контролит просвет. Гранат нет. За исключением одной флешки от Фандера. Но, возможно, Фандера под эту флешку попытается запустить своих тиммейтов под эту позицию. Синди контролит КТ. В виде строго шикарный выстрел. Еще одна флешка прилетает. Кровая успевает повернуться. Но погибает от Синди. От Синди. Даблкил. Пок выходит в спину. Первый минус. И он единственный. И последний десаут остается. И от Синди, возможно, будет Эйс. Но пока смотрим. Пока смотрим. Серега десаут. Синди 6 хп у Володи. Пока соточка. Но армора нет у Володи. Это тоже немаловажно. Ой-ой-ой. Забирает Девайс Серега. Но в ретек все-таки, как мне кажется, надо идти. А Серега принимает решение все-таки здесь под засевить Девайс. И это уже получается 11-й раунд для команды Вова Братишкина. Но все-таки, видимо, не было точной информации у Сережи, да, сколько было и хп у Синди. Не было и точной информации по позиционке. Поэтому и не рискнул. 11-9. 11-9. И будет ли снова закупаться в ноль команда Бустера, пока непонятно. И вот они, индейцы. Индейцы на лане. Так, ну что, 20 раундов позади. 21-й прямо сейчас. Ну и Татьяна действительно развалила в этом раунде. Минус 4 практически всех. Ну не практически, а всех, кто погиб в этом раунде. Убила именно она. Его пока что... Не далеко не на первом месте. Но, да, с моим пактом все-таки старается вносить. И это все равно форс на все деньги. Это команда Бустера. Это Юмпик. Это 5-7-2 Дегла и АК-47 для Десаута. Выход на длину от Синди. Боже мой, какой фатальный урон для Десаута. Там же еще и слава остается с 8 хп. Но это, конечно, прям Габелла. Ну и попытка от Делайта закрыть игрока на базе Б. И получается у него это сделать. Погибает крова. И последняя остается... А нет, все, на Б никого уже нет. Я проморгал этот момент. Но строго, возможно, как-то задетектит выход на центр. Есть от него минус. Но это 2 в 4. Проблемы. Здесь каким-то образом придется сейчас что-то придумывать. А что здесь придумаешь? Вообще непонятно. Делайта еще и строго здесь простреливает через смок. Ну и слава Бепру. Он же слава Бустер последний. Синди его без особых проблем закрывает. 12-9. 12-9. Пока все очень и очень неплохо для 89-го. Ну и пока вопросы только к фрикам. Что идет не так? Почему что-то не получается? Ну и сейчас посмотрим, каким образом они из этого будут выбираться. И выберутся ли вообще? Потому что 3 раунда разница. Пока видим, что больше раундов получается у команды Братишкина. И каким-то образом сейчас нужно что-то придумать. А по баю мы видим, что придумать будет что-то очень сложно. Да, но Бустер дается информация, что оппонент проходит длину. Ну и в принципе-то выгадывает в большинстве своем команда Бустера направление своего оппонента. И с позиционкой тоже вроде как все выглядит неплохо. Но опять же от Синди есть первый минус. Синди, конечно, очень много энтрей находит в этой схватке. Но опять же, да, 3 минуса и никакого размена. Последний остается слава. Слава на лифтах. Он видел Фандера в дефолте, видит Шадоу Кека. Но это 5-0 от команды Братишкина. И это плюс деньги. Это плюс деньги это самое главное. Поэтому у команды Братишкина как минимум 2 раунда подряд, не учитывая нынешний, будет шикарная закупка. И как застриковать здесь Бустеру и его команде пока не совсем понятно. Ну, главное, чтобы было понятно им. Потому что наше дело маленькое. Комментировать все, что происходит на экране. А вот что там у них в головах и что в принципе происходит. Понятное дело, что они к нам придут на послематчевое интервью. Спросить у славы, что идет не так. И почему что-то идет не так. Саут отлично подпушил шорт. Шадоу Кек уже падает. И ситуация большинства для команды фриков. Дэлайт на перетяжке пытался поймать Каравая. Не получилось у него сделать ничего. У Каравая, кстати говоря, здесь есть неплохая возможность промутиться. Каравай. Ты посмотри, если он в идеальный тайминг выйдет в спину, это, конечно, будет полная рвань. Но опять же, да, погибает соло-опорник на базе Б. Каравай пока что в КТ хайдится. Но погибает слава. Это прямо проблема. Это проблема. В итоге, да, мог Каравай зайти в спину. А в итоге еще и в спину убивает его Дэлайт. Триф-два на поставленном пленту на базе Б. И ретейк, на самом деле, под огромным вопросом. Но, наверное, даже здесь стоит предположить, что это сейф от команды Бустера, потому что, опять же, нет позиций. Недостаточное количество гранат их, в принципе, вообще нет. И это 14-й раунд для команды Братишкина. 14-9. Но при том, что уже разница 5 раундов и остается до конца всего лишь несколько. Успеет ли команда Бустера прийти в себя или нет? Большой вопрос, потому что, да, это, понятное дело, вражеский пик. Но я думаю, что вообще дело не в пике, что это вообще здесь не роляет никоим образом. Тут сейчас у нас закроют одного. О-о-ой, там еще и авик забрали. Все забрали. Ничего не получается, ничего не идет на данный момент. Но зато все получается 89-го. А теперь проводим ретроспективу Мапвета. Когда Братишкин убрал первую карту Инферно и пикнул ДАС-2, со стороны его команды были недовольные возгласы. И теперь они в двух раундах от победы в этом Б-105. И я думаю, что теперь его выбор более чем очевиден. Ну что же, отдала эта попытка первый. Дистанционной войны на длине против Десаута. Допускает первый промах. Ну и отходится в эту позицию Делайт. Это Форест-0 от команды Бусера. Прекрасно понимает, что 15-е отдавать здесь не стоит, а потом закупки все подряд забирать. Поэтому здесь попытка сразу выйти на 10-е, забрать все девайсы и там уже как-то стараться камбэчить. Но пока это все выглядит очень и очень тяжело. По гранатам огромные проблемы. Это всего три флешки. Один молотов, диффузов ни у кого нет. Девайсов на дальней дистанции. Ну, наверное, только Фомаса, да? Все-таки Дигл и Максим Семпеха близкие и средние позиции предпочитают. Но вроде как выглядит как выход по точку Б от команды Братишкина. Здесь два опорника. Это девятый номер, это Строго. И шестой, соответственно, Пока. Но это дуу действительно может зарешать. А тем более, если с первой дуэли начнет именно Строго. 50 секунд и пошел выход под базу Б. Пока на Раскид. Строго. Закрывает одного. Закрывает второго. Там можно выпрыгивать, закрывать еще одного. Там лоу-хп у Фандера. Но, опять же, точной информации по этому поводу нет. И решают отойти. Восемьдесят девятый. И решают каким-то образом сейчас попытаться все-таки... Либо через центр, либо через шоу. Они бомбы же не забрали. Почему они бомбы не забрали? А, значит, тут только через центр. Потому что бомбы нет, бомба упала. И это сложно что-то сделать. Ну, это действительно было опрометчивое решение. Но, опять же, да, экономика хорошая у команды Братишкина. Поэтому они особо не переживают. Так, минус Аделайта. Ну, да, это действительно уже выход на сейв. И десятый номер команды Бустер Вьюш. Все-таки форсированная закупка здесь удалась. Ну, а точнее, стоит отметить именно Строго, как мне кажется, в этом моменте. Потому что два его ключевых минуса. Ну, непонятно, почему еще бомба выходила первой. Та ошибка именно в коммуникации у команды Братишкина. Бомба должна выходить четвертая, либо пятая. Но допустили такую ошибку, которая напрямую повлияла на раунд. Четыре раунда преимущества еще сверху у Братишкина. Четыре раунда. Нагонят Ли. Получится Ли. Просто не всегда вот так вот везет, когда тебя не чекают. И когда у тебя маг седьмой. На ближней дистанции ты с ним царь и бог. И можешь перестреливать кого угодно и как угодно. Но посмотрим. Опять же, для того, чтобы сломать полностью экономику команды Братишкина, нужно взять еще несколько раундов. Получится это взять у бустера или нет? Открытый вопрос. Каким-то образом им сейчас нужно забрать этот фуллбай. Потом там еще будет раздроп от Фандера. И вот это вот все. Делайт промах. Позволяет нам выжить Поки. У Поки, кстати говоря, скаут на руках. У строго АВИК. Есть также два АК и ФАМОС для славы. Дефюски-то имеются. В наличии две штуки. По раскиду уже все сложно. Осталось две флешки и граната. Так, но здесь вроде как вырисовывается 3-2. Сплит длины плюс шорт. Посмотрим, насколько эта стратегия сработает. У команды Братишкина занимает Зиг Шадоу Кег. Никто в упоре не принимает. А все-таки сближается постепенно Десаут. Десаут. Эта дуэль все-таки выигрывает. Да, 13 хп остается, но все равно это преимущество. И Делайт с АВИКом пока что пытается найти соперника. Времени все меньше и меньше. Есть там за испанским игрок. Есть один на лифтах игрок. Но пока непонятно, что Делайт... Вот теперь понятно. Да, строго решил прочекать. Делайт ему сказал, не стоит себе вообще вылезать. Потому что я здесь стреляю, между прочим. Ну и вот у строго уже 18% здоровья. Синди открывается также из-под ланга. Пытается прочекать все и вся. Но вряд ли удастся все. Поскольку тут строго Володя в это время Десаута вырубает. Добивает. Его хп было мало. Слава. Тайминг какой для него не очень хороший. Но все-таки одного закрывает. Трифт-два. Ты смотри, что делает Фандер. Размен равный. В итоге 16 секунд до конца раунда. Бомбы нет у игрока. Команда Братишкина. И только-только за ней бежит Делайт. На Б он не успевает. Да и на А он уже тоже не успевает. Одиннадцатый раунд для команды Бустера. Ну вот слушай. Пока два раунда подряд забирают. Деньги, конечно, еще и есть у Братишкина. И Каравай выживает. Да. Не успеет Делайт. И более того, после времени погибает. Но то, что после времени он погибает, конечно, не особо критично. Но да, неприятно. Но там 6500 сверху было. Поэтому закупка будет также максимально комфортной для игроков команды атаки. Но уже из пяти раундов преимущества остается три. Ну, уже отрыв не такой большой. То есть уже хотя бы начинают раунды брать. Уже хотя бы начинают приходить в себя. Посмотрим, насколько все это дело получится закрепить. Вот тут прыгает игрок. Делайт ждет. Ой-ой-ой-ой-ой. А мать за что, непонятно. Фандер перестреливает Синди. Не знает он девиз, что нужно мать ценить. Да, а мать надо ценить. Он зачем-то Синди перестрелял. Ну, понятное дело, он там был блондовый. Выстрел был шальной. Ну и Синди падает, получается. 5-4 большинство для команды фриков. Так, ну и как из этого меньшинства теперь парни будут и девушка... А, нет, девушки уже нет. Будут выходить. По гранатам, конечно, все довольно скудно. Два дыма. А тут Макс 7-ой в очередной раз. А строго плюс АВП на руки. Но от Шадоу Кека размен со скаута на центре. И здесь Слава позволил себе немного лишнего. Агрессивного пика на мидл. Ну, опять же, да, у Славы не было снайперской винтовки. Но все-таки поверил в себя. Было преимущество 5-3. Поэтому, наверное, эта вольность была обоснована. Но, опять же, Шадоу Кека выходит на центр. И под флешку какой шикарный врыв от Десаута. Попытка рефрага безуспешна от Фандера. Последней остается Вова. Киберспорт. Вова минус раз. Вова будет ли минус два? Он понимает, что один игрок слева. И то, что он битый. Но все-таки этот раунд сноуболить он не решил. И Вова, кстати, в который раз без армора. Вова, я не знаю, то ли он забывает закупать эти арморы. Потому что третий раз я вижу, что он без него. Либо же все-таки оставляет деньги на следующий раунд. Ну, начали. Вон Петюни в чат. Поком призывает своих зрителей. Каравай говорит, улыбайтесь. Все будет хорошо и замечательно. А Илюха максимально собран. На данный момент понимает команда 89-го. Ну, или просто команда братишки. На что не получаются последние раунды. При том, что сейчас они закупаются в ноль. Если этот раунд они проигрывают, друзья. Это 14-14. Но от Синди опенфраг. Так, ну и здесь моментальная ротация. В исполнении братишкина будет. Точнее, в исполнении бустера будет подсадка через лифты на плент. И вот Каравай теперь с АВП попытается у оппонента переиграть. Слэш шикарная была по длину. Но опять же Десаут не успел никого там переиграть. А вот от Строга есть минус АВП. Десаут врывается вместе с командой. Ну и пока что 2 в 2. Пока, Каравай против Фандры и братишкина. Ну и посмотрим. Ай-яй-яй, ты посмотри, что мутит Пока. Ты посмотри, что он мутит. И ведь реально в тайминг может попасть. И это будет минус раз. И это будет, судя по всему, минус два. И вот он 13-й рал для команды бустера. Напомню, счет был 14-9, а уже 14-13. Камбэк из рил. Да, камбэк на ваших глазах произошел. Это не шутка, друзья. Пранк вышел из-под контроля. Почему-то такое огромное преимущество. Почему-то свою игру на даст. И сейчас команда братишкина начинает отдавать. Неприятно. Не хотелось бы это, понятное дело, для них сейчас видеть. Посмотри, есть три АК, есть два Дегла. Плюс по арморам, в принципе, все тоже неплохо. Строго агрессивно играть. Ой-ой-ой. Как же ему повезло сейчас, что Фандер просто не вышел. Ой-ой-ой. Блайн. Убежит. Да, Фандер на самом деле дважды простил строго в этом раунде. Строго агрессивно, агрессивно. Но забрал двоих 3 в 3 ситуация. Ну и строго недоволен. Хотя вот здесь Поку порастили. 9 хп у него остается. Ну а Вова в это время уходит на центр. А здесь Десаут проигрывает эту перестрелку. Да, при этом немного урона там несу. Его оппоненту Вова. Что же ты творишь? А у Поки проблема по хп. Он знает, что соперник ушел через КТ. И это действительно огромная проблема. Отпускает Вова своего тиммейта. На плент. Не зря поговорка гласит. Если любишь, отпусти. И Вова делает 15-й раунд для своей команды. Я не знаю, что там Вова дал, если честно. Потому что вот этот шот на ланге от Вовы. Это было жестко. Как в старые добрые. Два маппоинта у команды Братишкина. Дожмут. Или же все-таки мы еще и на овертайм уйдем. Хотя это в нашем тоне уходить на овертайм. Ну что же, полетели. Закупка в ноль от Поки. Моментально голова прилетает по Делайту. И в меньшинстве продолжит рант команды Братишкина. Гранаты есть, да, их немного. Из дымов, кстати, только один. Молотов прилетает на центр. Десаут здесь по 250. Мы только, по сути, один первоклассный девайс у команды Бустеры прямо сейчас. Это девайс у Каравай. Это М-ка. Ну а здесь три АК 47-ых. Плюс один Галил. Да, как говорилось ранее по гранатам у одной и второй команды дела плохи. Но численный перевес пока на стороне Бустера и его пацанов. Но опять же, если мы говорим о том, какие сегодня баи заходят, то бай Бустера сейчас должен заходить. Потому что вот эти вот кривые, назовем их так, в кавычках, баи, они почему-то получаются сегодня у команд больше, нежели чем полноценные стабильные баи. Синди открывается, закрывается Десаут под шартом. Ситуация 4 в 4. Плюс не забывайте про Поку. Шадоу Кек здесь будет ловить перетяжку. Слава. Слава аккуратненько должен каким-то образом здесь либо открыться, либо просто собрать информацию из-под шарта. Синди уже подошла к Шадоу Кеку и аккуратно начинает расчекивать. Каравай, тот самый парень, у которого есть девайс и тот парень, на которого надежда. Так, ну и следует колу от команды Братишкина, что мы все-таки выйдем не через центр с плитом, а... Ага, все-таки Шадоу Кеку оставляют одного и втроем будет выход через Т-шку. Ну посмотрим, там по дальним позициям есть опорник, ну и вблизи за машиной также. Но не знаю, все-таки, по-моему, это только пистолеты. Могу ошибаться. А нет, там Каравай с девайсом. Вот это действительно важно, но Каравай не перестреливает Синди, а вот по строгой информации нет. Это действительно может зарешать строго первый минус, строго на второго не хватает маны. Слава и Пока остаются вдвоем, только они смогут этот раунд забрать. Но здесь Шадоу Кек со спины и последний Пока остается. Шикарный выстрел в голову, но один в два против Фандера и Вовы. Это будет очень тяжело, попадает через двери, но точку ставит Фандер. 16-13. Первая карта за Братишкиным. Я, если честно, даже и не знаю, что произошло на этом Дасте, друзья, но мы еще обсудим, конечно же, это, а пока для нас и для вас небольшая рекламная пауза.